Это устройство пассажирского лифта с верхним расположением машинного отделения. Такое устройство используется в большинстве многоэтажных жилых зданиях. Кабина и противовес прикреплены к разным концам стальных тросов. Тросы перекинуты через шкив, который вращается приводным механизмом. При подъеме кабины противовес опускается. И наоборот. При опускании кабины противовес поднимается. Скорость движения кабины у данного лифта составляет 0,71 мс. Привод состоит из двигателя и редуктора, который обеспечивает вращение шкива. Рядом находится ограничитель скорости. При движении кабины вниз со скоростью выше допустимой он сработает и приведет в действие ловители. Кабина и противовес не висят в воздухе. Они скользят по направляющим. С помощью кронштейнов направляющие прочно прикреплены к стенам шахты. Оба конца каната ограничителя скорости закреплены на приводном рычаге механизма ловителей. Сверху он огибает шкив ограничителя скорости. Снизу натяжное устройство. При движении кабина увлекает за собой канат ограничителя скорости. Канат и кабина двигаются одинаково. Канат вращает ограничитель скорости с той же скоростью, с которой движется сам и движется кабина. Центробежный ограничитель скорости. Грузы соединенные тягой с пружиной. При вращении под воздействием центробежной силы грузы будут стремиться разойтись. Пружина же будет толкать их к центру. Если скорость движения лифта не превысит допустимую, то центробежная сила будет слишком мала, чтобы преодолеть силу пружины. Грузы будут свободно вращаться. При движении лифта со скоростью выше допустимой, центробежная сила увеличится. Усилия пружина будет недостаточным. Грузы разойдутся. И если кабина движется вниз, они зацепятся за упоры в корпусе. И шкив остановится. Этот упор подвижный. Он служит для принудительной остановки шкива. У шкива имеются два ручья. Рабочий и контрольный. Контрольный используется для проверки ограничителя скорости. Он меньше по диаметру, а значит, шкив будет вращаться быстрее. Ручьи имеют клинообразную форму. Это обеспечивает достаточную силу трения, для того, чтобы канат не проскальзывал при остановке шкива и мог поднять рычаг механизма ловителей на кабине лифта. Механизм ловителей. В данной конструкции лифта используются двухсторонние клиновые ловители резкого торможения. Два рычага, соединенные большой тягой, и пружина. Когда сработавший ограничитель скорости остановит канат, кабина будет продолжать двигаться вниз. Приводной рычаг и рычаг с другой стороны повернутся и приведут в действие ловители с обоих сторон кабины. Конечный выключатель разомкнет электрическую цепь безопасности лифта, и двигатель главного привода остановится. Таким образом, в результате срабатывания ограничителя скорости ловители прочно зажмут направляющие, надежно удерживая на них кабину. Натяжное устройство. Увесистый груз под действием силы тяжести тянет рычаг вниз. Канат натягивается. Конечный выключатель разомкнет электрическую цепь безопасности лифта, если канат вытянется, и лифт остановится. Блок вращается вместе с канатом. Для проверки работы ловителей используют подвижный упор ограничителя скорости. Его нужно нажать, когда кабина движется вниз. Теперь, когда ловители сработали, движение кабины вниз невозможно. Она прочно удерживается на направляющих. Таким образом ловители фиксируют кабину на любой высоте шахты, при любых аварийных превышениях скорости, и даже при обрыве тросов.